В самом северном морском порту России, Певеке, открылась навигация. 14 июля там встретили первые в этом году суда, которые доставили по Севморпути продукты, промышленные товары и топливо для жителей Анарктики. В морском порту Певека происходит выгрузка сухогруза Михаил Бритнев. Он открыл навигацию 2024 года в городском округе Певек. 26 июня теплоход вышел из порта Архангельска. Изначально подход судна планировался к 9 июля, но в связи с ледовой обстановкой судозаход осуществился в ночь с 13 на 14 июля. Шли в Крыване, мы и залив Креста. Ледокол Сибирь свел. Очень тяжелая ледовая обстановка, шли со скоростью 3-4 узла. Поэтому следовать с большой скоростью не было возможности, чтобы не повредить судно. Тяжело проходимый лед, поэтому и задержались на несколько дней. Без ледокола мы его не прошли. Сухогруз Михаил Бритнев доставил в Порт Певек более 9 тысяч тонн груза. Это генеральный груз и контейнера. В большей части стройматериалы для организаций. До конца навигации теплоход планирует осуществить еще два рейса. После Михаила Бритнева, по предварительным данным, в Порт Певек будет осуществлен судозаход Феско-Парис. На нем разное значение груз, так же как и коммерческий груз на обеспечение нужд города, так же и генеральный груз размещается, и продовольственные товары. По предварительным данным, в этом году, в период навигации, морской торговый порт Певек планирует принять 50 судозаходов. В среднем, навигация в самом северном морском порту продолжается 5 месяцев. Стартует в первых числах июля и заканчивается в середине ноября. Все зависит от ледовой обстановки. Вы сами знаете, что морской порт Певек является самым северным портом России. И доступность морская, судовая для нас очень тяжелая. В связи с этим, сроки доставки грузов, они могут увеличиваться. Если брать в среднем Владивосток, то время доставки грузов, время нахождения в пути составляет порядка 12-14 дней. Это уже с более приемлемой ледовой обстановкой. Одновременно с сухогрузом Михаил Бритни в столице Чаунчукотки из Мурманска прибыл топливный танкер «Залив Креста». Он доставил 18 200 тонн дизельного топлива. Всего в Певек должны завести порядка 158 тысяч тонн топлива, из которых 38 тысяч тонн отправится в Билибино. Второе судно ожидается из Омска в начале августа. Это Владимир Русанов. Как рассказали в районном участке акционерного общества «Чукотснаб», всего в период топливной навигации этого года запланировано 13 судозаходов. Станислав Нагаткин, Анна Кравец, Вести Чукотка.